Продолжение следует... Что такое университет НТИ? Университет 2035. Он не является классическим университетом со стенами, аудиториями, партами, преподавателями. Это некий способ перейти от подхода, где у нас есть некая предопределенная программа обучения, заданная на какое-то время ученики, которые к ней двигаются и потом устраиваются на работу, к схеме, когда у нас идет постоянный процесс уточнения того, чего очень человек, чего ему нужно учить, чего он может учиться. И предложение навигации ему в пространстве образовательных возможностей. Это общая модель университета 2035. Для того, чтобы эту модель на каком-то достаточно значимом количестве людей обкатать, мы спроектировали и провели летом этого года во Владивостоке на острове Русский интенсив, так называемый остров 1021, который реально был достаточно беспрецедентным по количеству участников, по количеству преподавателей, главное, по количеству, по емкости и плотности того, что там происходило. И, собственно, по тому количеству цифрового следа, который мы там собрали, чтобы дальше исследовать. Именно о нем будет мой рассказ. Немножко о том, чтобы провести интенсив, мы же должны были отобрать от таких людей. И, соответственно, на этом этапе и начинался процесс сбора цифрового следа. Был открытый отбор, который шел в два этапа. На первом этапе у нас был акцент на полностью открытые, бесплатные для всех инструменты, спроектированные нами, полностью масштабированные через Эдваровку. Там у нас прошло больше 10 тысяч участников. На самом деле сроки были очень короткие, поэтому мы были очень даже рады этому количеству людей в эти сроки. И очень специфические были запросы. Что они делали? Они отвечали на вопросы, поддавали доступ к информации в социальных сетях, рассказывали о своем проектном опыте, взаимодействовали с такими специфическими активностями, как чат-бот, который эмулировал отношения с внешней галактической цивилизацией и позволял в процессе этого общения определить некие паттерны поведения и мотивацию. И также они играли в браузерную игру космическую по борьбе с космической слизью, которая дальше позволила нам рассказать им больше о культуре их деятельности. Часть из этих людей переживал второй этап. Во втором этапе их ждали эти чуть более классические испытания. В этом плане были всякие интерактивные тренажеры, позволяющие иметь их стиль управления. Были профдиалоговские тесты классические. Где-то уровнем API на определение интеллекта были тесты по названию сквозных технологий. Ну и у особо любителей больших данных была возможность играть в игру Wild Ruler, эмулятор, машин-дернер, дойти до какого-то уровня. И все это, то, как они себя ввели, позволяло получить первый кусочек цифрового следа с одной стороны и отобрать какое-то количество людей для участия в этом интенсиве. Кроме того, на этом этапе у нас начался уже определенный кусочек деятельности, связанный с наукой. Это когда мы выбрали с одной стороны людей, которые показали максимальные результаты в таких знаниях и компетентностных тестах, и которые были подсвечены как преуспевающие свою деятельность, и мы их условно назвали эталонами. Когда мы сопоставили тех людей, кто были в топе, с определенными поведенческими этапами, которые были выявлены при помощи наших инструментов, мы поняли, что есть определенная корреляция, и на основании этих корреляций мы сделали определенную формулу, позволяющую высчитывать потенциал к склонности. То есть мы в рамках острова и в рамках нашей деятельности выделили шесть направлений деятельности развития, словно говоря, специалист по анализу данных, организатор, предприниматель и так далее. И для каждого из этих шести направлений развития, анализируя, какие результаты показывали люди, которые мы уже знаем, что это себя хорошо зарекомендовали, смогли выявить что-то, что мы назвали потенциалом к этой деятельности, и дальше отталкиваясь к как подтверждению уровня компетенции в определенных направлениях, так и потенциал в этом направлении, использовали это в более людей. Это слайд про это. После проведения этапа сбора, нам мы это брали тысячу, если быть более точным, 1021 человек на программу острова 10-21. Вот на этом слайде показаны определенные профили, если идут красненько, и распределение по баллам участников, ну по лучшим баллам, особенно хорошо видно, что с дата-сайтистами у нас тяжеловато, да, то есть людей, которые, организаторов хороших, там по высоте пика, видно, что выделяется, да, вот отобрать хороших дата-сайтистов было непросто. Вот так вот, да, все равно шумит. Что еще интересно, подчеркну, что люди, которые там были у нас участники, это реально от 14 до 60 лет, и мы изначально отбирали людей в пропорциях, с одной стороны, между этими ролями, с другой стороны, между регионами, пытаясь удерживать некий гендерный баланс. Зачем? Чтобы дальше можно было вовлечь их на эту совместную деятельность, позволить им сформировать команды вокруг деятельности, которые будут на острове, и чтобы они там интересно дополняют друг друга могли взаимодействовать. А вот это, что касается отбора на остров. Идеть, собственно, дальше. Что же было на острове, да, и как мы не вели это цифровое следствие различных видов мероприятий. Ну, традиционные способы, связанные с измерениями, что давайте померим что-нибудь на входе, что-нибудь на выходе, оно веками проверено, хорошо работает. И в этом плане, помимо экспериментов с нашими подходами, с измерения цифрового следа, мы и сделали такую калибровку. Поэтому на входе и на выходе была игра, в которой участвовали все участники. Это предметная игра, связанная с проектной деятельностью, с новыми технологиями и так далее. Она позволила нам снять некие отправные и конечные точки. Я результат их интерпретации, о которых потом расскажу. А дальше был ряд видов деятельности, или как мы их называем, образовательных активностей, в которых участники могли принимать, обучающие могли принимать участие. Как они делали выборочек? Позже скажу, ну, глобально, первые половины дня у них были практически лаборатории, чаще всего они были трехдневные, когда человек записывался на модуль, который длился трех дня. И вот там они пытались, что реально облачение написать, на петоне запрограммировать, умную интеллектуальную систему построить, ну, или там что-нибудь еще полезное сделать, да, подготовить продукты выводов международных. После обеда у них были уже мастер-классы, вымышления, резонетские лекции и другие виды активности, в которых они чаще всего командно, но иногда индивидуально взаимодействовали. Для того, чтобы, в принципе, человеку выжить ситуацию, когда у тебя в один слот времени идет порядка 40 мероприятий, да, еще раз подчеркнула, у нас было тысячи человек, примерно 300 щенка, то есть 140 преподавателей, больше 2,5 тысяч таких образовательных активностей, которые жили в это время, и поэтому в течение дня человеку в каждой год времени нужно было определиться, куда из 40 мест он готов пойти, запомнить, сделать этот выбор. Кроме этого, помещение это не бесконечно, если у меня мастер-класс на 20 человек, то у меня может заходить больше 20 человек туда попасть. Соответственно, была система такая, позволяющая активно проявить свой выбор, построенная на базе аукционов, была виртуальная валюта, и поэтому с одной стороны человек получал рекомендации, искусственного интеллекта, куда ему, мы считаем, что можно было бы пойти для развития в том направлении, которое он выбрал, да, вот, одно из шести направлений, а с другой стороны ему нужно было бы побороться с своей виртуальной валютой, которая он мог там дополнительно зарабатывать определенным образом, чтобы попасть на то мероприятие, на то место, которое ему, да, вот, вот в таких вот рамках, причем в состоянии постоянного стресса и необходимости выбора, куда пойти, находились участники, там, в течение практически 11 дней. При этом в процессе всего этого действия мы собирали этот самый цифровой след, да. Многие люди, к примеру, говорят, совершенно различные вещи, да, вот, если бы в университете НТИ сделали там определенную уровневость терминологии, мы считаем, что цифровой след бывает, условно говоря, четырех видов, там, неразмеченные данные, размеченные данные, извлеченные из размеченных данных оценки и прецеденты, то есть, условно говоря, что там человек провел какую-то компетенцию, либо там в таком тесте вот что-то написал, а потом возникает уже цифровой профиль, как некое отражение реального человека в пространство какое-то, по какому-то принципу построенных компетенций, куда уже натягиваются эти факты и прецеденты. Вот, соответственно, интерпретация цифрового следа разных уровней, его обогащение и преобразование к цифровому профилю является наиболее трудоемкой и важной частью нашей деятельности, которая позволяет нам в итоге понять, а что мы знаем о человеке и как мы можем его описать в том языке, который у нас есть. Вообще, в рамках мероприятия Острова было собрано, на самом деле, мы понимаем, что больше 55 видов цифрового следа. Это начиная от интервала сердечных, а значительная часть участников ходила с датчиками, которые измеряли их сердечный ритм и строили на базе этого культуры все эти показатели, связанные со стрессом, до аудиозаписей того, кто где что говорил, видеозаписи, фотографии флипчартов самих людей, команд, информацию о том, как участники оценивали, преподаватели как преподаватели оценивали участников, как они общались в социальных сетях и много-многое другое. Соответственно, есть 55 видов источников цифрового следа, которые мы там собрали. Вот пример всяких любопытных закономерностей, которые мы не знали, но которые из биометрии можно нащупать. Здесь видно, что для разных людей люди по-разному реагируют. И вот с этим всем большим количеством цифрового следа немного подобов мы и начали работать, пытаясь его оттранслировать на цифровой компетентностный профиль. Важное замечание. Откуда вообще эта баранка появилась? Почему именно такие секторы, а не какие-то другие? Мы здесь в рамках подготовки острова постарались пойти по не совсем традиционному пути. Не вначале придумать антологию, а потом все на нее натянуть. А мы посмотрели к моменту, когда у нас сформировалась программа, кто реально к нам приехал, как-то отталкиваясь, и чему они учат. И вот именно то, что у нас было, и чему они учили, взяли и оттранслировали на эту баранку, добавив определенной методологии. Здесь нет частей, связанных со знаниями, знания той или иной предметной сферы и так далее. Поэтому, когда у нас на предыдущей сессии звучал доклад о применимости этого академической науки, стало понятно, что это не очень применимо. Однако здесь, я вкратце зачитаю, это важно для понимания, здесь есть разные уровни некого вещей. И вот верхний уровень, например, уровень владения конкретными инструментами, тематическим делением, инструментами для создания IT-продуктов, виртуальной реальности или безопасности. Второй уровень – это уровень понимания концептуального. И третий уровень – это уровень кредитативной продуктовой деятельности. То есть могу ли я ставить ТЗ для проектов на блокчейне и получать под это финансирование и делать MVP. Вот, соответственно, именно вот эти вещи позволяют компетентностный профиль размечать. При этом внутри этого бублика есть часть, связанная с некими персональными вещами, которые измеряли, там поведенческие паттерны, структура мотивации, характеристики, выраженность направления развития, которые измерялись. Что мы начали делать дальше? То есть у нас есть некий бублик, у нас есть куча собранной информации, 55 видов цифрового следа, а дальше при помощи специальных людей, которые собирали следное мероприятие, а он собирался специальными людьми, которые назывались фиксики, мы начали размечать эти артефакты. Под размечать я понимаю реальный, длительный, достаточно тяжелый анализ цифрового следа, когда мы говорим, ага, вот человек умеет строить финансовые модели, почему? Потому что есть загруженный файл, где он построил финансовую модель, и было это тогда-то, и там-то. Либо еще что-то, и каждый раз мы должны сослаться на конкретный артефакт. Этим артефактом был загруженный файл, фотография, место в аудиофайле, где человек что-то говорит, доска со стикерами и так далее. Собственно, именно поэтому первичное разбиение результатов, собранных на острове, заняло такое большое количество времени, которое было сейчас. И мы сейчас изменяем методологию сбора и педагогические практики, позволяющие этот след собирать. Дальше на основании следа мы могли посмотреть, как изменились характеристики людей до и после. Вот здесь вы видите комплексные некие результаты по уровню понимания, подтвержденных между первым и второй игрой. Вот те комплексные вещи посчитаны уже по разным людям, которые мы на основании цифрового следа построили. Но что в этом деле самое интересное, типа разных материалов по цифровому следу? В этом моменте самое интересное то, что мы готовы сейчас поделиться тем цифровым следом, который был собран по острову, частью этого цифрового следа, и теми гипотезами, которые есть, и приглашаем всех участников, которые находятся здесь или не здесь, вместе с нами продолжить исследование тех данных, которые мы получили, скачать те досеты, которые мы подготовили, в них пока часть данных, остальные данные мы будем правильным образом обезличить и выкладывать, и попытаться проверить наши гипотезы, потому что есть ряд незакрытых и интересных моментов относительно того, как люди себя вели на острове, и чему же мы на самом деле обучились. Вот на этой позитивной ноте, да, назад уже, вот мне хотелось бы закончить мою презентацию, и если у вас будут какие-то вопросы, ответить. Вообще об этом можно рассказывать часа полтора, поэтому было немножко сжато, но тем не менее, если что... Сейчас у вас. Можно сразу быстро вопрос, а сколько человек у вас получилось в этом датасете, к этому времени? Ну, датасет у нас вообще для, собственно, для 2021 человека. Вопрос в том, что про некоторых у нас есть больше данных, про некоторых меньше, да, например, там, не знаю, порядка 800 человек носили эти датчики и собирали данные, но примерно там чуть больше 550 есть значимые фрагменты собранной биометрии, из которых уже можно прям на протяжении всего времени. Аналогичная информация по посещениям. У нас информация о том, где был человек, носит вероятностный характер, да, было много людей, где-то он был заничен точно, где-то человек сам сказал, что я там был, но никто не может подтвердить, что он там был, да, и так далее. И вот исследователи и должны понимать, ага, вот он был с вероятностью 37%, это что значит, да, какие выводы из этого можно сделать и как эти данные обрабатывать? Мне кажется, когда он был с вероятностью 37%, то есть 37% участников присутствовал на лекции, да, остальные... Ну, это как... ...соторые где-то в другом месте находили. Может быть, может быть. Смотрите, спасибо. Я просто не с самого начала, но я, может быть, какая-то часть моего вопроса позвучит, вы, может быть, уже не его отвечали. Но скорее всего, смотрите, какие, может быть, вы можете выделить главные инсайты, которые позволили, как бы, появились у вас, да, именно потому что вы применяли анализ данных на острове, да, и, может быть, другая такая обратная сторона этого вопроса, то есть, если бы вы не делали, не анализировали, как бы, датасет и цифровой след, чего бы вы точно не узнали об участниках, соответственно, как бы, острова. Это главные инсайты, и чего было бы, если бы там не было цифрового следа, то есть, вот, удалось бы вам понять, в чем прирост, да, вот именно всего того, что вы делали с цифровым следом, в чем, как бы, ROI, не знаю, вся эта работа. Спасибо. Смотрите, что касается инсайтов, наверное, самый главный инсайт связан не с результатами обработки цифрового следа, он еще идет, и в этом плане для нас там интересные результаты научные, это определение, это потенциала по паттернам поведенческим, которые мы выделяем, там, не связанной с предметной областью, но можем сказать, вот дата-сайенсеры себя так ведут, то есть, у тебя такой поведенческий паттерн, может, ты хочешь быть дата-сайенсером на самом деле, вот, но самый главный инсайт для нас был, это, что погружение человека в среду, где он понимает, что, а, информация о том, что делает, собирается, она служит доказательной базой для подтверждения его компетенции, не оценка какая-то, о которой он договорился с человеком, да, а возможность простроить цепочку, там, force of trust, чего такого-то артефакта, что подтверждает свою компетенцию, среда, в которой ты должен принимать решение и нести ответственность за них, среда, в которой тебе, с одной стороны, искусственный интеллект что-то рекомендует делать, но ты сам решаешь, что с этим делать, оно пытает людей перед интересным выбором, они делятся по группам, по-разному себя ведут, в зависимости, там, от характера их поведения, но что стало точно понятно, что людям некомфортно, когда вот на 11 дней им сказали, ты вот живешь вот так, они начинают против этого возмущаться и хотят все-таки, чтобы у них была возможность больше управлять своей жизнью, технофашизмом мы еще не готовы пока. Спасибо. Еще вопрос один, можно короткий. Тарас, какие образовательные учреждения сейчас стандартные готовы принять какие-то из ваших моделей, подходов к сбору и анализу данных образовательных, ну, как инструмент, кто готов с вами сотрудничать по наработанным методам? Виктория, значит, средняя, что вот вы вернулись из Великого Новгорода, в котором проходит сейчас пилотная программа с университетом НТИ по внедрению ряда элементов проектирования программы сбора цифрового следа. Пока что речь идет о том, что какие-то вузы не боятся и готовы запустить у себя пилоты по внедрению ряда технологий, которые университет НТИ сделал. Мы надеемся, что количество таких вузов будет больше и желающих, и количество команд внутри вузов, желающих, там, перекид слов, трансформации обучения к действиям будет расти. А мы им будем помогать. Я чуть-чуть прокомментирую ситуацию. Смотри, вот я как директор открытого университета Сколково, выпускником которого ты являешься, могу тебе сказать, что я безмерно счастлива, что сейчас мы находимся на таком этапе отношений, когда я бы очень хотел сотрудничать с университетом НТИ и использовать те методики, которые вы разработали и мы вместе применяли на острове. Вот сейчас после наших ламповых программ я очень понимаю, что то, что вы отработали на острове, очень существенно будет помогать нам строить воронку отбора талантов на какие-то открытые образовательные программы. То есть, кроме тех данных, которые вносят о себе сами соискатели в заявительном порядке, что я такой умный, красивый, у меня 6 дипломов и проект, поданный на умник, неплохо было бы давать набор тестов, которые сканируют не такие очередные вещи, как заявка на умник, а сканируют, например, его предпринимательский потенциал, и, например, способность, в принципе, работать в команде. Ну, какие-то прототипы вот таких вещей вы уже сделали на острове, и я буду очень рада, если мы договоримся о возможности использовать эти наработки, кстати, в комплексе с играми живого действия, для того, чтобы строить эти образовательные воронки, и на те программы, в которые мы вкладываем очень большие государственные ресурсы, чтобы на них попадали не по формальным признакам, по объективному потенциалу, который очень сложно замерить по некоторым моментам, например, по таким свойствам, как креативность, способность создавать какие-то новые проектные идеи. Спасибо. Очень маленькое замечание, которое Катерина подняла, но которое очень важно в контексте того, что мы обсуждаем относительно инструментов, которые позволяют цифровой след снимать. Вот когда, проблема в том, что когда мы людей вовлекаем в специальную измерительную деятельность, заставляем проходить тесты и так далее, мы сразу же попадаем в ошибку выборки. Да, у нас этот байс возникает с тем, что мы там измеряем людей в процессе какой-то процедуры диагностики. Нам бы хотелось вот то, к чему действительно хочется идти, больше учиться измерять людей деятельности и снимать данные меньшим образом их в процессе изменять. Да, вот тогда это будет уже там топ. А пока что мы вынуждены использовать классические инструменты, которые в процессе измерения измеряют то, что мы хотим измерить. Да, а не совсем измеряют иногда человека. Спасибо большое. Очень важное замечание в конце про то, что измерение более естественных условий для того, чтобы снизить влияние как раз фактор измерения. И сейчас я приглашаю сделать доклад Артема Фещенко из ТГУ. Он тоже расскажет про их опыт при использовании цифровых следов. Всем привет! Я из Томска, Томский государственный университет. Тарас представил очень интересный кейс, но у нас он с одной стороны попроще, а с другой стороны мне кажется, шаг от эксперимента и исследования до непосредственного внедрения не только в ТГУ, но и в других вузах здесь может оказаться короче. То есть у нас была гипотеза о том, что какие-то характеристики или черты личности человека психологически отражаются в его цифровых следах социальной сети. И не имея никаких данных о объекте наблюдения, но получив доступ к аккаунту в социальной сети, мы используем стандартные способы выгрузки данных, то, что разрешает делать платформа, можем анализировать этот след и давать прогноз по некоторым характеристикам, которые могут оказаться интересны университету. Немного о понятиях, то есть психологические черты это то, что-то общее, когда мы говорим о когнитивных способностях, это то, что связано с познавательной деятельностью человека, и одна из задач, ради которой мы затевали это исследование, связанное с отбором абитуриентом, она как раз и легла в основу этого исследования, понять, можно ли в профиле ВКонтакте старшеклассника увидеть какие-то признаки одаренности, почему одаренности, потому что целевая модель выпускника, соответственно, абитуриента нашего университета предполагает их наличие и хотелось бы получать абитуриентов именно с такими качествами. Феномен одаренности неоднозначное явление, существует множество концепций, наши психологи выбрали многомерную модель рензулии, соответственно, мы, предварительно проанализировав след, понимали, что, скорее всего, мы попробуем предсказать только несколько признаков креативности, интеллект и личностной мотивации. цифровой след в социальных сетях не такой богатый по умолчанию и при первом подходе мы понимали, что стоит работать с подписками и с текстами. С текстами получилось не очень хорошо, специфика нашей аудитории ВКонтакте это старшеклассники, подростки, такова, что тексты пишут анимал. То есть, только у 15% исследуемых детей оказалось достаточное количество текстов для каких-то прогнозов и для какой-то аналитики. Поэтому, как и все другие исследователи, мы сконцентрировали свое внимание на подписках. Их много, как правило, до нескольких сотен. Они видны. Кстати, с текстами проблема пользователей ВКонтакте данного возраста заключается еще в том, что часто текст пишется на картинке. И здесь значительно больше ресурсов нужно было на распознавание. Пока мы до этого, конечно, не дошли. Социальные медиа, конечно, ВКонтакте. Тут две причины наша аудитория. Там вторая, пока это единственная платформа, которая позволяет выгружать с помощью стандартного API все данные, которые нас интересуют. Небольшой экскурс в историю исследований. с 2013 по 2016 год волна исследований, как правило, зарубежных. Например, первый пример это предсказание черт психологических по текстам, которые в статусе оставляет пользователь Facebook исследования Шварца, показало, что некоторые психологические черты, обычно здесь используются либо типологии MBTI, либо Big Five, можно предсказывать. Например, на слайде показаны те черты, которые предсказываются с высокой точностью вероятности, порядка 70-80%. То, что касается следующего исследования небезызвестного Козинского, то здесь прогноз и анализ уже происходил по подпискам лайкам, которые оставлял человек контенту, то есть через проявление его интереса к той или иной информации. И здесь спектр точности по отдельным чертам личности более широкий, то есть некоторые достаточно сложно предсказать, например, уровень доброжелательности точно не помню, но то ли 40, то ли 60% почти что равносильно подбрасыванию монетки. Наше отечественное исследование это Санкт-Петербург и Енина Ледовая. Много видеороликов есть в YouTube, можете посмотреть подробности про исследования здесь. ученые искали закономерность между цифровым следом и темными чертами личности. Макевиализм, нарциссизм и психопатия. Оказывается, эта корреляция существует. Ее также искали по подпискам, но и дополнительно проанализировали тексты, выделены были лингвистические маркеры, которые позволяют более-менее точно предполагать, что данный человек склонен или не склонен к нарциссизму, например. наше исследование было построено по той же самой методологии, но мы собирались предсказывать другие характеристики. То, что связано с одаренностью, креативность, интеллект и мотивация. При первом подходе у нас был набор данных чуть больше двух тысяч человек. Это профдиагностика, которая проводилась со школьниками Томской области. Достаточно большая серьезная батарея субтестов. По-моему, 25 и 15 из них мы отобрали, и они совпадали с теми признаками одаренности, которые нам нужны были. Кстати, один S-профдиагностика как инструмент доступен всем, и он есть на выставке здесь, на Эткранче. Можете посмотреть, его можно запускать в ваших вузах. При первом подходе, когда мы использовали стандартные алгоритмы основанные на машинном обучении, мы примерно добились следующей точности, в зависимости от признака она варьировалась, от 69 до 72 процентов. Лучше всего себя показал метод опортных векторов. И что интересно, достаточно большой массив данных, если вы представите 2000 пользователей и у каждого примерно по 300 сообществ, вручную проанализировать и найти какие-то закономерности, особенно неочевидные, достаточно сложно, машина смогла это сделать достаточно легко. И чтобы какой-то наглядный пример был, о чем я говорю, вот здесь один из субтестов, аналогия, он связан с измерением уровня интеллекта, представлены маркерные сообщества, в первой колонке это то, что положительно коррелирует с признаком, то есть в этих сообществах чаще всего находятся дети с уровнем интеллекта выше среднего общей выборки. Ну и соответственно в правой колонке это отрицательная корреляция. На самом деле вот таких сообществ маркерах их больше по каждому признаку от 70 до 150 и вот в совокупности оценивая присутствие или отсутствие ребенка в каждом из них делается прогноз. Небольшой интерактив игру я для вас приготовил. Я вам попробую показать пару по каждому признаку сообществ. Ваша задача отгадать о какой из них положительно коррелирует с данным признаком. То есть в каком из этих сообществ скорее всего больше окажется ребят с высоким уровнем интеллекта. Можно сделать решить эту задачу про себя. Сейчас будет правильный ответ. Так пока молчим. Следующая задача это другой признак креативность. Подумайте. я понимаю, что название не всегда говорящий, желательно заглянуть в контент, но хотя бы так. Смотрим. И последний вариант. Про мотивацию. правильный ответ в такой. Поднимите, пожалуйста, руку, кто отгадал все три задачи, правильно? На самом деле мы показывали такую игру до этого чуть больше, чем 30 человек, никто не отгадал. У вас либо хорошо развита интуиция, либо вы обладаете всеми признаками и являетесь участниками этих сообществ. Хотя на самом деле мы обнаружили отрицательную корреляцию между высоким уровнем, например, креативности и личностной мотивации. Креативнее не всегда мотивировано. Нечто подобное мы попробовали сделать с другим признаком. Это увлеченность или степень интереса к той или иной предметной области. Здесь метод анализа был другой. Мы представили некоторые юристики, составили классификатор сообществ, посчитали все возможные популярные сообщества по истории, психологии и так далее, и так далее. Мы сравнили с подписками каждого человека и, соответственно, сделав расчет, смогли обобщить это до склонности или интереса к той или иной предметной области. Здесь при первом подходе точность была 75%, сейчас она выше на второй год, уже у гуманитариев 89%, у технорей чуть пониже и у естественников еще ниже. Это связано с тем, что специфика контента в ВКонтакте такова, что больше гуманитарных сообществ, примерно 75%, но все остальное приходится на остальное. Поэтому здесь эту разницу нужно было учитывать в нормализации данных и более-менее у нас получилась модель, которая позволяет делать точные прогнозы. Для чего мы это все делаем? Здесь есть два практических решения. Первая связана с, ну, фактически, задачей управления человеческим капиталом, с рекрутингом студентов. У вузов, особенно региональных, вот есть четыре проблемы. Первая из них связана, в принципе, с конкуренцией. Если в городе два вуза, то они так или иначе будут свои таланты пытаться переманивать к себе. Вторая, с устремленностью так называемых высокобальников из региона переехать в столицу и поступить в престижный столичный вуз. Третья, это не совсем объективность метрик, которые доступны приемным комиссиям ЕГЭ и участия в Олимпиадах. И, наконец, четвертая, ограниченность традиционных инструментов рекрутинга, проникновения в соседние регионы. На наш взгляд, модели, которые мы разработали, можно было использовать для такого предварительного отбора и дальше уже индивидуальной работы с каждым. Из ребят, вот здесь, наверное, не буду уже останавливаться подробнее, можно будет посмотреть презентацию. Основные этапы работы, которые мы проходили, от поиска потенциальных абитуриентов, Например, в Сибирский федеральный округ нашлось аккаунтов, подходящих 600 тысяч, но после предварительной очистки, устранения забытых, заброшенных, аккаунтов, где нет друзей, оказалось значительно меньше, около 300. Далее мы выгружаем данные, которые позволяют нам выгружать платформу этих пользователей, применяем наши модели для прогноза. Для каждого студента появляется некий индекс, индекс креативности, интеллекта, индекс гуманитарности. Это позволяет нам ранжировать всех потенциальных абитуриентов, выбрать топ и уже организовать персональную коммуникацию через социальные сети. Мы используем так называемый инвайтинг, то есть это личная коммуникация через личку. Приглашать их в специально подготовленные проекты, которые в первую очередь занимаются профориентацией, дают полезную информацию, абстрагировано от бренда ТГУ, но так или иначе мы пытаемся встраивать в том числе и описание наших программ, и это дает определенный эффект. Какой же он? Во-первых, это охват аудитории. Здесь данные 2017 года, 128 тысяч человек. Если представить площадь, то это более 5 миллионов квадратных километров. Традиционными способами ни одна приемная компания туда выехать бы не смогла. Высокая восприимчивость к приглашениям. 10% тех, с кем мы связывались, они обязательно отвлекались, как правило, позитивно, и дальше попадали в так называемую воронку продаж. Повышение качества абитуриентов. Если сравнивать ребят, которых мы привели в 2017 году с теми, кто пришел в университет через инструменты традиционного рекрутинга, то средний балл ЕГЭ общий у них был на 12 пунктов выше. Это значительное превышение норм, которое было по университете. И повышение поступаемости на 64% чаще абитуриент, которого мы нашли таким образом, остается в университете, поступает в него успешно и продолжает учиться. Время мое совсем заканчивается, но совсем пару слов, как мы нашли применение данных моделей для работы уже со студентами. Пока это поддержка тьютеров, которые работают в университете, их мало, студентов много. Для того, чтобы сократить диагностическое время живого тьютериала, когда ребенок приходит первый раз к тьютеру, и тот пытается понять, а кто перед ним сидит, мы создали профиль такого студента, который в том числе помимо данных из ЛМС включает вот такие прогнозные вещи, карту интересов образовательных. Это позволяет процентов на 80 сократить диагностическую часть и, соответственно, тьютеру поработать с большим количеством ребят. И вторая задача, которую мы также сейчас решаем на базе нашей ЛМС, у нас используется Moodle, это профилизация студентов вне их основных образовательных программ по четырем трекам, дополнителям, которые есть в университете, например, исследовательский, предпринимательский, трек по социальному проектированию. То есть вот данные из социальных сетей также позволяют нам понять, а что ребенку может быть интересно, и на основе рекомендаций ненавязчиво показывать каждый раз, когда он входит в систему, анонс того или иного образовательного мероприятия, или онлайн мероприятия. Спасибо за внимание. Вопросы? Пожалуйста, какие вопросы у вас? Спасибо большое за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, какая стоимость привлечения одного абитуриента по этой методике? Ну, то есть сколько один лид стоит? И сравнивали вы эту стоимость со стоимостью работы традиционных, да, ваших департаментов, которые за это отвечают? Спасибо. Ну, стоимость я не скажу, а в сравнении с традиционным рекрутингом себестоимость ниже в три раза. Спасибо. Здравствуйте, спасибо большое, очень интересный кейс. Мне так два маленьких вопроса, точность, которую вы показывали, она в чем у вас измеряется? То есть это процент, как бы, в соответствии с результатом человека по тем методикам, которые вы описали, и, соответственно, вот фактически вот этим подпискам, не подпискам на паблике, да? Когда мы говорим про признаки одаренности, это стандартные методы проверки точности модели, когда общая выборка делится на две части, на которые обучаются, и тестовые. Но потом есть вторая итерация, когда мы сделали прогноз по новому набору данных, мы связываемся с детьми, предлагаем им пройти новые повторные диагностические процедуры, и здесь уже определяем конечную точность, как это работает в реалии. Да, я просто хотел уточнить, смотрите, да, дальше. Я видел, что похожие очень вещи, опять в ВКонтакте, в свое время делали ребята из высших школ экономики, у них какая была проблема? Проблема в том, что у школьников масса была низкая дифференциация внутри этих подписок. О чем это речь? Что большинство школьников подписано на одно и то же. И по факту, как бы, да, вот у них как раз прогностичность не получилась, именно потому, что дифференциация внутри подписок, она была низкой. То есть много кто подписано на одно и то же, и мало кто на разное. Почему у вас это сработало? И второй вопрос, что вы бы стали сделать, если бы к вам пришел человек, у которого бы два человека, у одного ЕГЭ было бы побольше чуть-чуть, да, а вот данные вот эти вот были бы чуть пониже. И наоборот, у кого ЕГЭ было бы поменьше баллов, а вот эти данные были бы повыше. Кого бы вы взяли? Спасибо. По первому вопросу, не знаю, спектр подписок, которые мы наблюдали последние два года, достаточно широк, но для статистики вот 100 тысяч наблюдаемых абитуриентов дало примерно 30 миллионов уникальных сообществ, да, в совокупности. То есть здесь есть что анализировать, что рассматривать. И по второму вопросу, на этапе предварительного отбора и работы в социальных сетях мы вообще не знаем, какой у ребенка балл ЕГЭ. Этим занимается приемная комиссия уже по факту, когда человек приносит заявление. Как в будущем будет ли учитываться и существовать, появится ли нормативная база для учета, да, таких прогнозных вещей? Ну, не знаю, здесь надо, конечно, быть очень осторожным. Поэтому главная задача вот нашей работы – попытаться проинформировать о возможностях обучения в ТГУ, больше, более широкую аудиторию, тем самым расширив ее охват. Спасибо большое. Я вижу, что вопросы еще остались. Пожалуйста, подходите к спикерам, к Артему Тарасу, и тогда можете уже задать индивидуально. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.